Западный мир активно хочет вернуть России ее репутацию. Для того, чтобы отодвинуть на задний план мировой повестки дня конфликт на Донбассе, оставив за скобками Крым. Запад хочет российских денег, смягчить санкции, дружить и торговать с Россией, встречаться на международных саммитах, вернуть ее в J7. Для этого с Путиным не только активно коммуницируют, но и выполняют все его условия, ожидая ответных действий. Россию вернули в ПАСЭ, отвели ВСУ в станице Луганской, демонтировали укрепления в станице «Исчастье», выпустили агента ФСБ Кирилла Вышинского и даже отпустили Владимира Цемаха, прямого свидетеля в деле MH17, что, конечно, уже является прямой сдачей национальных интересов Украины. Но от этого наглость Кремля лишь возросла. Там решили, если так уговаривают, то можно не спешить выполнять свою часть договоренностей и торговаться бесконечно, поднимая планку. Стало окончательно очевидно. В Москве тянут резину и наглеют. И нужно переходить к плану «Б». Первым и с явным удовольствием это стал делать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Усиление санкций против РФ после того, как Британия выйдет из ЕС, он уже анонсировал. Дело о рейсе MH17 и дело Скрипалей достаточно, чтобы Великобритания обратилась к ООН с требованием внести РФ в список государств спонсоров терроризма. Аналогичное обращение Украины в ООН уже лежит без движения с июня 2018 года. Появление в ООН аналогичного обращения от Великобритании ситуацию явно изменит. Суть плана «Б» известна. Российская Федерация будет признана террористическим государством. В Кремле знают это, но продолжают играть на повышение ставок. В США давно ведут список государств спонсоров терроризма. Почетное место в нем скоро займет Россия. Она его честно заслужила. В 2020 году в США президентские выборы. И Трамп, чтобы развеять подозрения в связях с Кремлем, будет лично заинтересован внести Российскую Федерацию в американский список террористов. Заодно Трамп исправит и ошибки Рузвельта, чрезмерно шедшего на уступки Сталину. После этого у Российской Федерации будут достаточные основания номинироваться в 2020 или в 2021 году и в список террористов ООН. Для запуска плана «Б» все готово. Москва сама провалила план «А». Что с ней делать после этого, все уже знают. И остается лишь корректировать свои действия в рабочем порядке. Жаль только, что Украина в этой истории, благодаря провальным действиям Зеленского на международной арене, теряет свою субъектность в мировой политике. Субтитры создавал DimaTorzok